Я пишу вам всем с приветом, рассказать, что наконец-то через осень, через лето получил блютус наушник. И не просто от кого-то, от сяомишного бренда. QCI теперь мне в уши. А серьезно, очень кратко, без обычных глупых шуток, распаковка, тесты, радость, что не хлам мне нужно юзать. Всем привет, никому не пугаться, вы на канале польза ком. И начал я подобным образом от того, что моей радости нет предела. Мне на обзор прилетели наушники одного из брендов сяоми, а именно QCY T1C Mini с гербеста. Кстати, кто хочет их получить, 30 декабря я их разыграю среди тех своих подписчиков, кто лайкнул и репостнул мое видео вконтакте или фейсбуке. Пишем мне все, кто участвует. Да, я очень долго ждал возможности обозревать детища сяоми на поприще беспроводных наушников. Дело в том, что около года назад мой товарищ дал мне потестить один из спортивных ушей сяоми и честно мне они не очень понравились. Поэтому рассказывать я о них не стал. Подумал, что у меня просто мало опыта и скорее всего был прав. Дело в том, что аудио девайсы дело тонкое. И благо я за последний год начал в них понимать и ценить не только форм-фактор, но и удобство, да и качество звука. Плюс понял, как их настраивать под себя и чего от них хотеть. А вот мы и распаковали наши наушники. Им можно спокойно и внятно рассказать о том, что необходимо для себя понять перед их покупкой, чтобы решить, стоят они того или нет. Как всегда быстро и кратко, но в этот раз подробно. Уже очень большой выбор подобных ушей, чтобы упускать из вида детали. Что можно понять при распаковке? Премиум сегменты не ощущаются. Такой крепкий, добротный средняк. Как вы заметили, моя упаковка довольно сильно помялась и в подарок уже бы не пошла. Но в целом мне упаковка очень понравилась. Сразу можно ответить, небольшой, легкий и удобный футляр. Пластик с виду симпатичный, но на ощупь не особо приятный. При распаковке очень сильно бросаются в глаза две вещи. Крайне короткий и дешевый на вид провод зарядки блока питания. И несуразно большой блок питания с отсутствием защитной заглушки для питания. Я согласен, что это не спорт девайс. И даже у яблочного блока питания для аирподса в заглушке на входе питания нет. Но это не значит, что на них стоит равняться. Валяться блок у вас будет везде. И по этой причине разумно было бы защитить вход. Подключаются наушники быстро и просто как и к iOS, так и к Android устройствам. Для настроек советую скачать эквалайзер, при том любой. Можно настроить под себя очень добротный звук. Но нужно понимать, что если с громкостью и басами у наушников все хорошо, то объемности звука у них все равно для меломанов будет мало. Для попсы, рока и игрушек качества хватает с головой. Но даже при сравнении со своими штатными проводными наушниками от Huawei и яблочными аирподсами, я слышал разницу. При просмотрах фильмов и роликов разницы нет никакой. Заявленное хай-пай воспроизведение подтверждаю. Поддержка AAC формата данных наушников считаю маркетинговым ходом. Ведь при сравнении с форматом MP3 разницы вы не почувствуете. Вес каждого наушника всего 4 грамма, вес кейса 28 грамм. Почувствовать нереально. На наушниках есть кнопки и у них следующие функции по умолчанию. Одно нажатие для включения-выключения, воспроизведение паузы, ответа отбоя, отклонение телефонного звонка и прослушивание предыдущей следующей песни. И краткое резюме сравнение. Шумоизоляция у Xiaomi на высоте. Реальная технология шумоподавления CVC 6.0 работает. Громкости басы при правильной настройке тоже в наличии, на достойном уровне. Но объёмности звука, повторяю, не хватает. Что в принципе не критично. И здесь небольшой спойлер. За полторы тысячи рублей, а это около 22 долларов, не думаю, что это сколько-либо критично. И такая низкая цена была на момент издания ролика только на гербесте. Ссылка на покупку для тех, кто решился в описании к видео. Идём дальше. Амбашуры мне подошли штатные. Есть ещё две пары в наборе, но многие просто используют свои личные. Но здесь есть подводные камни. Для примера, они могут не поместиться в док-станцию с вашими личными амбашурами, что довольно неудобно в перспективе. Версия голубого зуба 5.0. И это позволяет наушникам без дополнительной зарядки работать больше 4 часов. У меня на максимальной громкости они отпахали 3 часа 46 минут. Бак у наушников на 43 мАч. Через стенку голубой зуб бьёт без проблем. До 20 метров связь не теряют. Есть элементарная защита от воды. IPX4. Но они это не особо афишируют. Для того, чтобы их зарядить, достаточно на 20 минут засунуть их в футляр. Они уже будут полностью перезаряжены. Зарядка док-станции с 380 мАч заряда хватает на бодрых 20 часов. 4-5 перезарядок для двух наушников. Немного они до суток не дотянули. Полностью бокс заряжается около 2 часов. Уши могут работать по одному. Один в боксе, один в ухе. Сопрягать наушники можно с разными устройствами. Это значит, что один может работать с одним устройством, другой с другим. Как самостоятельно, так и в паре. У меня получилось один привязать к iPhone 7 Plus, второй Huawei P20 Pro. Проще говоря, один наушник можно сопрячь с телефоном, другой с планшетом. Может кому и будет это полезно. При активации наушник мигает белым. Сразу как вы вынете его из бокса, он автоматически будет подключен к устройству, к которому было сопряжение по голубому зубу и станет воспроизводить выводимый звук. Если он не был сопряжен, устройство предложит его сопрячь, тогда и сможете использовать оба наушника. При беге и прыжках на скакалке они не вылетают. В бассейне использовать нельзя. Хорошо сидят в ухе, не раздражают, но если носить шапку, давят довольно сильно. К телефону подключаются практически моментально. Продуманная посадка наушников в футляр. Магниты держат хорошо. Наушникам из футляра вылететь невозможно без вашей помощи. Из недостатков отмечу, что в паре правый наушник всегда основной. Если вы подключились одним левым, а потом достали правый, то он не подключится к левому. Микрофон для улицы плохой. В помещении еще можно разговаривать, но на улице собеседник слышит очень плохо. Есть задержка в аудио при игре на телефоне. Если взять PUBG Mobile, то задержка звука около 1 секунды. И как вы понимаете, для игры это критично. В целом покупкой доволен. За такие деньги это безоговорочно лучший вариант. Даже если не смотреть на цену, между каплями от яблока и QCY. Я выбрал бы последнее. Самая низкая цена с доставкой на гербесте всего 22 доллара. На али сплошной лохотрон с ценами. Открываешь на 1200 оказывается 2000 рублей. Не забываем про лайк, подписку, колокольчик и коммент. На канале каждые две недели среди подписчиков разыгрывается ми бэнд 3 и анабенд 4 ран эдишн. Разыгрываю рандомно результаты в плейлисте розыгрыша. Спасибо за просмотр, друзья. Польза ком рекомендует хороший звук за разумные деньги. Подписывайтесь и удачи вам.